Всем привет, с вами канал Игорок и сейчас мы всякими бюджетными и небюджетными способами запишем акустическую гитару в домашних условиях. Среди небюджетного сегмента у нас будет микрофон Rode NT2A, а более бюджетный это будет Sennheiser E835S. Также мы рассмотрим вариант записи на телефон и тоже из разных бюджетов. Возьмем 11 iPhone и Samsung из бюджетной серии. В общем, все это сравним. Сравним без обработки, потом с обработкой. Также разберемся, что нужно для записи, как выставлять правильный микрофон, какая должна быть обработка и вообще о всем этом поподробнее. Поехали! Самый первый момент записи это гитара, то есть нужно разобраться здесь, насколько у вас хороший инструмент. Если инструмент не очень, возможно есть вариант рассмотреть, взять у кого-нибудь там из друзей или в аренду. Вторая важная деталь это струны. То есть струны должны тоже довольно-таки быть новыми и чтобы они звенели. Потому что если вам не будет хватать высоких частот, как ни крутив, по следующей обработке, ну не получится это все вытянуть. Так, теперь приступим к комнате. Важно, чтобы комната была хоть как-то заставлена какими-то там шкафами, книжными полками и так далее. Потому что пустая комната из гипсокартона дает очень большой отклик. Второе, на что следует обратить внимание, это на раздражители. То есть какие вещи могут стоять в комнате, которые будут портить ваше звучание. К примеру, бывают иногда вазы, они заводятся. То есть ты бьешь по гитаре, делаешь вот такой удар и после нее такой звук. Это может быть тоже люстра. Как выйти с этого положения? Просто вынести, допустим, если это какая-нибудь ваза, вынести ее с этой комнаты. Если это люстра, это то, что сложно будет снять, можно накрыть простыню. И вот уже звук не будет заводиться. Теперь, что касается микрофона, как мы его будем располагать для того, чтобы получить самое лучшее звучание. Давайте на примере этого микрофона я вам сейчас покажу, как мы его будем располагать. Без разницы, это будет телефон, это будет конденсаторный микрофон или вот такой вот. Самое важное, это расположить сам микрофон так, чтобы он снимал 15 лад. То есть не розетку, а именно где-то вот здесь. И расстояние должно быть около 15 сантиметров. Все для того, чтобы мы не взяли слишком много бубнижа и в то же время не сняли всю комнату. Можно немножко дальше. Все это как бы индивидуально. Смотрите сами по ситуации. Вы на это будете обращать внимание. Также по поводу 15 лада. Если, допустим, вы записали и слышите, что вам не хватает низких частот в гитаре, микрофон немножко направить вот эту вот сторону, там где у вас непосредственная розетка. Так вам будет больше низких частот. Если наоборот нужно больше высоких, то есть такой именно призвук вот этого челчика, то больше направляйте в эту сторону. К ладам именно. Там где вы зажимаете. В принципе, по микрофону все. Давайте сначала запишем звук. Послушаем, как он звучит без обработки. Сравним это все. А потом я вам расскажу, как это все можно обработать и доулучшить звук. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, разница, я думаю, слышна. Единственное, что я скажу, меня очень сильно удивил айфон по своему звучанию. У него настолько оно уже готовое, что в принципе даже обрабатывать как-то не хочется. По крайней мере, мне так показалось на первый взгляд. Ну, а вы в комментариях обязательно напишите, какой вам микрофон больше понравился без обработки. Теперь давайте накладывать обработку. Обработка в любом случае это все приукрасит и сделает звучание гораздо лучше. Что мы для этого будем использовать? В первую очередь это эквалайзер. В эквалайзере я обязательно срезаю низ, ну, до 80 где-то герц. Дальше это дело вкусовщины. Кто-то обрезает меньше, кто-то больше. И в любом случае нужно убирать вот этот призвук коробки. Призвук коробки присутствует как в комнате, так и немножко, но и гитара его все равно выдает. Поэтому это где-то в районе нижней середины. Здесь уже не следует обращать внимание именно на мои обработки, потому что все зависит от гитары, от комнаты, от микрофона. Поэтому здесь немножко все индивидуально. Главное, что я вам скажу, обращайте внимание на нижнюю середину. Ее в любом случае нужно будет обрезать. После всего этого я обязательно обрабатываю компрессором. Мне, честно говоря, очень сильно нравится вот этот вот компрессор. Во-первых, потому что здесь мало ручек. А во-вторых, ну, реально приятный звук он делает. Ну и впоследствии, конечно, это все мы обрабатываем пространственной обработкой. То есть, ну, делаем ревер, эхо какое-нибудь такое более масштабное. Ну и давайте теперь все эти же записи мы прослушаем с обработкой. И, в принципе, на этом будем заканчивать. В общем, не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии. В общем, всем пока. Слушайте результат. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии.